Возьмешь жидкость, возьмешь берила, сделаешь сметанный замес и цветом света, который оранжевит, избавишься от белого. Полностью. То есть берил много, а цвета мало. Хорошо? Вот такое. Берешь синий, берешь розовый, берешь берила. Вот этот теневой цвет и цвет тени. Цвет света мы положили. Теперь кладем цвет тени. Начнем не с линии домов, не с линии домов, а начнем ниже. Чтобы линия домов потихонечку поднялась и не нарушила нам рисунок. Потому что если мы будем неточны, укладывая линию, ну если бы мы сразу пошли бы здесь, то мы могли бы быть неточны. Чтобы это предотвратить, мы сначала начинаем здесь, внизу. Там, где точно темно и синий. А потом деликатно, малым количеством красочки, создашь идею уходящих архитектур, перспективы. Хорошо? Закидаешь до того места, где это прилично. Сюда пошли вот эти вот места. Намечаешь рисунок этим тенистым цветом. Темнее, но если ты сразу темно положишь и будешь неточна, будет ай-яй-яй. Понятно. Поэтому ты всегда бережешься от собственной неточности. Вот такими действиями. Уходящие, расходящиеся тени, да? Угу. Усадили. То есть, мы не делаем сразу со всей чернотой, подразумевая, что у нас могут быть неточности. Деревья. Они контражурят к свету. Листва попала на свет. Поэтому деревья тоже у нас пока будет темно. Итак, свет у нас вот здесь. Вот здесь. Все остальное тень. А после этого ты берешь уже не синий, а голубой, коричневый, розовый и начинаешь темнить там, где требуется темнота. Вот такими действиями. Так, сейчас маленький мастихинчик. Ага, дырки, дырки в этой самой архитектуре. Посадишь вот таким образом. Если надо, то и вот эти вот делаешь усложнение. Давай. Возьмешь потом вот этот цвет. И немножечко его накидаешь. Не доводя. То есть, немножко, немножко сдерживая его. То есть, не все накидать. Чтоб у тебя не случилось, что потом некуда больше. Нет неба. То есть, чтобы небо сохранить. Хорошо? А, так, чуть-чуть накидаешь. Смотри, я даже на палитру не сходил. Взялось сюда сильно. Чтоб она позеленела. Немножко. С разбелом. С разбелом оранжевого. Уже идешь сюда. Пока несколько приблизительно. Потом будем уточнительно. А? Не сильно светлый. А? Не сильно светлый. Нет. Нет. Коричневый. Давай, давай. Розовый. Голубой. Дает мощный чернялый цвет. Безбелин. Прибавишь темноту стволов. Ступени уходящих стволов. Ступени уходящих стволов. Так, с этими светлостями и темностями вынуло свет, вынуло свет. Полутончики увидела, небольшие, которые, будучи темными, все равно уже не чернят. Полутончики увидела. И никто не поймет, а тебе не надо рассказывать, что там. Тебе достаточно, уже красиво. Собственно и достаточно. Вот этот вихрь движения, он сам по себе уже хороший. Хуже дело с этим. Вот там умудриться и не порисовать ничего, и в то же время, чтобы было ощущение, что нарисован. Разбитие на вот такие сегменты само по себе уже даст определенный эффект. Классно? Угу. Хорошо. То есть такой намек на прорисовку. Намек на общественный транспорт. Намек на человека. Зачем? Городские проявления. Хорошо. Намек на заслоняющий все бордюрчик. Бордюрчик. И всюду намек. Вместо чертежа набор намеков. Логично, да? Угу. Логично. Вот эту черноту усилить в полную меру. Очень хорошо. Да, она будет на переднем плане. Внятно. Вообще пишем так, как будто бы перед нами набор пятен, а не пейзаж. Набор пятен. Надо просто для себя сформулировать это. Что это я рисую набор пятен. А потом позволить себе чуть-чуть рисунка. Но вначале только набор пятен. Такая пиксельность изображения. Просто очень часто для нас живопись это умение вырисовывать. Но импрессионисты рассказали другой путь. А? Они же бомбили по картинам. Как вы говорите? Ну вкусненький уход. Да. А то, что их там больше, то ничего страшного. На что? Хорошо. Мы же не архитектурный отчет делаем. Ясно. А развлекаемся живописью. Можно здесь добавить парочку. Прикольно? Смотри, как смачно, да? Так. Голубенький бы нам как-нибудь сюда засунуть. Да так, чтобы почти ничего не сделать. В смысле? Воду? Сейчас, да. Как-то вот так поступить с голубеньким. Чтобы не устраивать там писанину. Вообще даже вот этих. Ну, может, чуть-чуть потом писанинку подбросить. Ну, чуть-чуть хочется. Аж бегом. Единственное, что Смотри, я бы чуть-чуть угомонил зад. Чтобы некая обобщенность возникла. Чтоб не было слишком много вырисовано. Согласна? Угу. Согласна. Вот эти делать здесь не надо. Они здесь уместны, но тоже не такие ниточки. Угу. Это затереть. Так, ну, ты там вот видела. Выдавишь себе розовым, валяется все в тюбике. Ну, и с той палитрой. Чуть-чуть насмуглишь здесь, насмуглишь и натрякаешь. Вот этот лист вины. Покров. и вот эти плиточки. Правильно я поняла? Нет, плиточки не надо. С ума сойдешь с ними. Ну, что они так раз, раз, раз. Ну, хорошо. Если раз, раз, то можно. Смотри. Чуть-чуть начвякаешь. Хорошо. Но чвякай, когда будешь, чуть-чуть чвякай в сторону, чтобы это не был только чвяк. Угу. А чуть-чуть еще и чирк. Ладно? Угу. То есть запятой и еще что-нибудь. Угу. Ну, хорошо рисуешь. Отлично рисуешь. Что касается листьев. Слишком они вот так сделаны. Там есть цельные проявления. Смотри, вот такие. Угу. Не крепко. Раздавленные проявления. Тихий. Вот такие цельные. Кругловатости. Немножко перетемнило вот это. Угу. Вот оно. Угу. Угу. Пусть и светлая остается или тоже все. Все, все, все. Петим. Несточки. Поänцово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несколько адаптируем в лежачую плоскость. Пусть мерцание... Продолжение следует... 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 Да, ну как-то так и логичнее, то, что вот эти вот Еще хорошо было бы чуть-чуть ритма вот этим мелким мазочком, ритма, вот в этом направлении. Есть понимание, зачем он нужен, да? Ритм вообще хорошая штука. И чтобы это было не просто кудрявинка, а с некоторым ритмом, тогда у куска появляется художественность, потому что ритм сам по себе уже художественен, а он здесь более чем уместен. Поэтому чуть-чуть этих заритмованных и красота, поняла, что такое ритм понятно, да? То есть чуть-чуть, чуть-чуть однонаправленных движений уже художественность появилась. А то было бы слишком кудряно. Слишком однородно. Не бывает синие. Веришь? Верю. Они всегда чуть-чуть краснят. Ладно? Так, на будущее. Всегда чуть-чуть краснят. Синька вот эта не может быть там. Любой предмет. Вот дома становятся оранжевыми, но это залитые солнцем. А вот то, что попадает на свет, на просвет, вот как палец на просвет становится красным. Эти тоже умудряются становиться красным. Даже не всматривайся, просто поверь. Я просто смотрю.